Украинский кризис. Действующие лица. Кто стоит за принятием решений? От кого зависит, чем и когда закончится противостояние? Специальный проект РБК. Александр Бородай, 42 года. Гражданин России. Вырос в семье ученого-философа. Получил хорошее воспитание и образование. В их доме бывали Алексей Лосев и Лев Гумилев. Студентом отправился добровольцем в Приднестровье. В 93-м защищал Белый дом. Прошел путь от военного корреспондента в Чечне и Дагестане до политтехнолога. Московский интеллигент с опытом участия в боевых действиях. Гремучая смесь. Те, кто лично знают Бородая, не хотят называть его циничным наемным менеджером. Отзываются о нем исключительно, как о человеке убежденном. Бородай придерживается левых взглядов и, как и многие участники юго-восточной кампании, рефлексирует по поводу утраченной великой державы. Бородай занял удобную позицию, хает эпоху Ельцина из-за силе олигархов на Украине, но при этом мирится с присутствием Путина и даже поддерживает выстроенную им вертикаль. Наверное, потому что идеология премьера ДНР при ельцинском преемнике оказалась наиболее востребована. Возникает, наверное, у всех вопрос, что же здесь делает человек, который не очень хорошо разбирается во всех внутренних местных раскладах и движениях. Но я объясню, я свою функцию вижу просто. Я не заинтересован ни в чем, кроме того, чтобы Донбасс стал частью России. Мне ничего не нужно. Изначально проекта под кодовым названием «Бородай и компания» у Кремля не было. Это внезапно возникший с подачи бизнесмена Константина Малафеева персонаж, уверены эксперты. Основатель инвестфонда «Маршал Капитал» признает, что уже несколько лет знаком с Бородаем, но тему спонсорства его сепаратистских наклонностей не подтверждает. До Крыма Бородай всегда был на вторых ролях, но там обеспечил грамотное политическое сопровождение референдуму и его повысили, доверив новый проект «Новороссия». По мнению бывших коллег Бородая, на его месте легко мог оказаться любой другой. Естественно, без Кремля он не занял бы то место, которое занимает. И вообще вся тенденция назначения руководящих кадров самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик сводится к тому, что местных людей заменяют московские люди или ставленники Москвы. Секрет как минимум крымского успеха Бородая прост. Зовут его Игорь Гиркин-Стрелков, командующий ополчением давний друг премьера самопровозглашенной республики. Одно время они вместе были специальными военными корреспондентами националистической газеты «Завтра». В архиве до сих пор можно найти их совместный репортаж. Осень 1999-го. В сводках из Дагестана Бородая и Стрелков описывают, как федералы противостоят бандитам и террористам. Такими же словами спустя 15 лет их самих будут называть репортеры западных изданий. Гражданин Российской Федерации, разумеется, не хотел быть официальным лицом. Он здесь скорее повторял свой путь в Приднестровье. Просто был добровольцем, только более высокого ранга. Но потом он говорит, что человек, который должен был быть премьер-министром, как-то испугался. Вот он мне так рассказывает. И в этой критической ситуации, когда счет шел на несколько часов, деваться ему Бородаю было некуда. И он согласился. Катастрофа малазийского Боинга, похоже, отодвинула на время решение вопроса о будущем Новороссии. Но даже если бы этот проект удалось реализовать, Бородай вряд ли бы занял пост главы Союза самопровозглашенных республик. По мнению аналитиков, это место досталось бы экс-главе администрации президента Украины Виктору Медведчуку. В его копилке не только родственные связи с Владимиром Путиным, российский лидер крестил дочь Медведчука, но и огромный аппаратно-бюрократический опыт в большой политике. Это ценнее даже самых искренних идей.